Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас в нашей позитивной и доброй передаче «Каншуак». Наконец-то наступила долгожданная весна. Сегодня 1 марта, первый день весны. И одна только мысль, что уже наступила весна, греет сердце и радует душу. И сегодня еще мы отмечаем один из светлых праздников – это День Благодарности. В первую очередь хотели бы поблагодарить вас, наши дорогие телезрители, за то, что вы остаетесь с нами. Мы ценим ваше внимание, вашу искренность и теплоту ваших чувств и слов. Примите в ответ пожелания мира, добра, любви, успехов и процветания, радости бытия и гармонии души. Оставайтесь с нами. В течение 50 минут вас ожидает море позитива и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня 1 марта, в первый день весны казахстанцы отмечают праздник, День Благодарности. В этот день выражает благодарность старшему поколению, родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто помогает и поддерживает. Но главный день благодарность, которую он оказал во время депортации. Данный праздник воспитывает у подрастающего поколения чувства толерантности, уважения друг к другу, а также способствует укреплению межэтнических отношений. И сегодня к нам в студию пришли члены этнокультурных объединений Корейского и Чечено-Ингустского объединения. Они пришли также отдать дань уважения тем временам, когда казахи помогли выжить депортированным в Казахстан людям разных национальностей и вероисповеданий. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей студии, поздравляю вас с праздником, с Днем Благодарности. Спасибо, что уделили время, пришли к нам сегодня на передачу, чтобы выразить свою благодарность, передать искренние слова признательности всему народу, всем телезрителям, которые смотрят сегодня нашу программу. Как сами отмечаете этот день? С каким настроением? Что для вас значит эта дата в календаре? 1 марта. Такая красивая дата. Первый день весны, день благодарности. Пожалуйста, Григорий Антонович, давайте с вас начнем. Для вас что значит эта дата? Дата для меня это, прямо скажем, ну, дата это высшая, высшей этой даты сегодня быть не может, потому что мой маленький народ, депортированный в 37-м году, ну, чьей-то волей, неволей, короче говоря, нас выбросили в казахстанской глухой, значит, полустанке, просто выкинули в октябре месяце и, значит, ага, живите как хотите. Ну, мы народ не гордый, мы нашли быстренько, где-то круче, зарыли землю, сделали балаганы и так выжили. Но с самого начала нашей вот депортации, вступления на эту благодатную казахстанскую землю, ну, с самого первого шага нас всегда окружали друзья казахи, иначе бы мы, наверное, маленький народ совсем бы исчез с земли, если бы не помощь местного населения. Нас выкинули в такой глуши, мы быстренько врылись в землю, жили с собой. Что можно принести с собой, чтобы выжить в зиму? Ничего. И вот мы почему благодарны казахскому народу, потому что, ну, я думаю, что вот этой горски корейцев, наверное, может быть, и не было, потому что вымерзли бы, ушли бы в небытие, потому что вот такую зиму в октябре месяце выбросить на полустанки, где ничего нет и непонятно, как дальше, что кушать, что есть, как жить. Спасибо, Григорий Антонович. Каждый раз, слушая ваши рассказы, именно историю прошлого, просто мурашки пробегают по коже. И сейчас мы обязательно продолжим. Я знаю, что у вас есть много чего рассказать, но хотелось бы, с вашего позволения, предоставить слово и другим нашим героям передачи. Данильбек Алиевич, пожалуйста, вы как встречаете этот день? Для вас что значит эта дата в календаре? И, если можно, тоже, вкратце, историю вашей семьи в Казахстане. С чего началась ваша история? Откуда были предки ваши? И с какими судьбами вы попали к нам в Казахстан? При каких обстоятельствах? Ну, 1 марта для нас это очень важный праздник, очень важный день, очень замечательный день, потому что 1 марта 1995 года родилась Ассамблея народа Казахстана, создалась Ассамблея народа Казахстана. Это был развал Советского Союза, когда все разбежались с республики по своим квартирам, то там, то сям начались на межнациональной почве кровопролития, где-то какие-то республики начались, военные действия. И вот на этом примере было, наверное, у того нашего руководителя, первого президента, создать такой институт дружбы, в который вошли бы все национальности, проживающие на территории Казахстана. А их сегодня, вот один Аким Район, как сказал, у нас, говорит, 142 национальности. И вот 142 национальности были созданы в Алмату, дворец Верховного Совета, тогда уже был распущен. И вот там 1 марта мы, зарегистрировавшиеся делегаты, и там создалась Ассамблея, институт дружбы. И вот благодаря вот этому институту мы на протяжении 30 лет сумели сохранить свою независимость, свою свободу, свое согласие, свой мир в своем общем доме Казахстан. Это очень знаменательная дата. И вот точно сейчас дата, не помню, или 15-м году, с 15-го года, по-моему, уже около 10 лет этот праздник наш первый президент определил как бы днем благодарности казанскому народу. Понимаете, вот эта мудрость, мудрая, дальневидная политика, создавая Ассамблею, я, наверное, предвидел, что придет такое время, когда мы должны будем вслух высказывать свою благодарность казанскому народу. Что мы и делаем. Я вот всегда говорю, не казахи, вы не вы хвалите сами себя, а мы будем вас хвалить. Потому что есть, вот как Григорий Антонович сейчас сказал, есть за что хвалить. Правда, и среди тогдашнего населения тоже НКВД находило провокаторов. В частности, когда вот моих предков сюда депортировали, тоже как-то вот, как вот Григорий Антонович сказал, на полустанке выкинули 23 февраля в снег, метель, буран, без абсолютно ничего, без теплой одежды, без ничего. И в то же время, в аул, в который должны были мои предки поехать, там заготовленное на зиму сено было подожжено. Чтобы свалить вину вот на этих бедных чеченцев-ингушей, которые пришли в это село, добрались живыми, чтобы опять свалить эту вину. Ну хорошо, чеченцы нашли, поймали этого провокатора, сдали НКВД. Вот такие люди тоже находились. Но, слава богу, что их было один, наверное, человек на весь Казахстан, такой, наверное, провокатор. В основном казахи, благодаря казахскому гостеприимству, казахской доброте, широкой души казахского народа, наши народы, как и в войнах, и как и корейцы, как и другие, ну, наверное, самые такие пострадавшие многократно, это вот, наверное, в войнах и корейцы. Потому что, не взирая на те заслуги, которые у наших народов было перед советской властью, вот моих выстреляли когда? Когда основная масса была на фронтах Великой Отечественной войны. Воевали. Мужская половина вся почти воевала. Кто добровольцем, кто призванный. Оставали старики, женщины, дети. И вот за спинами этих защитников Отечества тут творилось безобразие. Вот их депортировали, как бы, насильственно депортировали. Депортация, мягко сказано, депортировать можно с чужой страны, с чужого государства. Это собственные земли репрессировали, насильство репрессировали на вымирание. Поэтому мои предки оказались тут. Мой отец с матерью попали в Кустанадскую область. Вот там я родился, там и отец мой похоронен. И все мои, по родословию, старшие дяди похоронены. И вот мы по жизни идем, вместе вот жили. У нас улица была искусная, нас перевезли в город Текили. Там Толдокурган, Уштобе. Вот корейцы знают, Уштобе это корейцы. Это столит. Первый корейцы, когда там рис начали сеять. Я всегда проезжал, думаю, что эти люди в воде делают. Постоянно в воде летом. Оказывается, они вот рис высаживали. И мы жили, все наше детство было немцы, корейцы, чеченцы, мгуши. Вот так вот мы переплелись, строили свои отношения. Ну и по сей день идете рука об руку, плечо к плечу. Благодаря мудрой политике наших руководителей, нашего государства, общенациональной политики, вот мы построили свои отношения, выстроили свои отношения. И идем, приумножая, это хорошее. Спасибо, я думаю, что и другим гостям есть что дополнить. Тоже какие-то воспоминания сохранились по рассказам ваших предков, родителей, бабушек, дедушек. Пожалуйста, кто начнет? Ну, во-первых, я хотел поздравить всех жителей нашей области с этим светлым праздником, праздником благодарности. Вообще символично, что вот этот праздник благодарности, именно первый месяц весны и первый день весны, это именно символизирует светлое что-то такое. Поэтому и сам праздник, конечно, это вообще благодарность, это такая добродетель, которая чтится во всех религиях, в мировых религиях. И вот я помню выражение французского моралиста Жанна де Лавриера, который писал, что «А нет, излишество прекраснее, чем излишество благодарности». Поэтому мы сегодня, выступая от лица Корейской диаспоры, хотели тоже выразить искреннюю благодарность казахскому народу, нашему государству, всех людей, с кем мы по жизни идем, всем выразить благодарность за то, что мы вместе живем, трудимся, делаем общее дело, помогаем друг другу. Говоря о прошлом, о депортации, конечно, об этом много написано, и фильмы сняты, наши корейские фильмы. Но мне хотелось бы сегодня больше, так сказать, сказать о сегодняшнем дне, как это все обернулось. И в этом плане я хотел бы сказать, что нет худа без добра. Мы здесь, вот корейцы в частности, обрели действительно новую родину, действительно родину, потому что мы никуда не собираемся уезжать, ни в Южную Корею, никуда. Мы здесь привыкли, мы здесь с детства жили, росли в этой обстановке. Конечно, были трудные времена, но благодаря казахскому народу, государству, мы все выжили, нашли себя. Мы сегодня обладаем всеми правами, полноценными правами, как все граждане Республики Казахстан. И говоря об этом, я бы хотел сказать, что Казахстан действительно стал такой, ну, уже и раньше говорили, лабораторией интернациональной. И мы с детства жили вот в таком интернациональном сообществе, и это нам многое дало. Но это расширило наше представление о людях, о государствах, о географии и всему прочему. Вот лично я, допустим, я в детстве учился, у нас в классе было, действительно, как вот Данил Ильич сказал, там немцы, чеченцы, греки, украинцы, молдаване, значит, болгары. В общем, ну, вот я вот когда учился, и у меня очень теплые отношения, и такие теплые воспоминания всегда связаны с чеченцами, потому что мы учились с чеченцами, и я дружил с чеченцами, значит, у нас были фамилии Мичураевы, Межиевы, Акмурзаевы. И я вот с одним Вахом Межиевым дружил. Он, мы в детстве, в детстве маленькие были, идем со школы ночью, ночью, значит, звезды. И я, а мы неверующие вообще корейцы, атеисты в большинстве своем, и я никак не мог понять, что такое Бог. И я его Ваху спрашиваю, ты веришь Богу? Да, верю. А какой Бог? Я вот эти помню, вот такие вот. То есть, вот разные нации, народности, мы все вот с детства росли и, так сказать, привыкали к друг другу. И мы вообще не различали, что чечен там или казах, мы как-то жили, ну вот, Ваха, Ферик там, и вот таким вот. Поэтому это вот, именно вот этот вот сплав вот этих различных национальностей, он, я считаю, тоже дал многое Казахстану. Дал многое Казахстану, обогатил. И сегодня, вот, я тоже хотел бы сказать, значит, теплые слова Ассамблеи народу Казахстана, она именно вот таком, на государственном уровне, вот, ведет, формирует наших людей. Вот, поэтому, это очень, мы все благодарны этому. Ну, говоря о том, откуда мы, вот моя мама попала с родителями в Калвертное. Папа попал, ему было 14, 13-14 лет, он попал вот в пойму под Степное. И вот так вот, постепенно они, вот таким образом, ну, в селах, как обычно, как вот наше время, трудное время, ведь там работы нет. И сел обычно в трудное время все в города стекаются, чтобы тут работу можно найти, тут как-то можно прожить. И все вот так стекли в город, здесь познакомились, и вот, с 37-го года мои родители, я здесь родился, сестра, ну, в общем, дети. И мы здесь всю жизнь живем, и... Радуйтесь. Да, и мы никуда не собираемся не уезжать, для нас это родина. У меня вот племянники живут в Германии, они уже давно, ну, было 90-е годы, трудно было, и все уехали. В советское время мы их не отпускали, родители говорят, куда там, фашистам уезжать, нет. Ну, 90-е годы все развалилось, они уехали, они там хорошо живут. Но каждый год, вот мои племянники, двое, и сестра, каждый год приезжают в Казахстан, им нравится здесь, им нравится здесь. Мы говорим, что вы в Италию езжаете, там еще куда-то? Нет, им, они приезжают сюда, и вот это в степи, на речке порыбачить, там вот. Вот что значит настоящий патриотизм, любовь к своей родине. Поэтому неважно, какая природа, важна родина. Спасибо. А у вас не было соблазна вернуться на свою историческую родину? Чем вам дорог именно Казахстан, наша страна, уважаемые гости? Ну, я думаю, что каждый ответит на вопрос. Давайте, наверное, я скажу, 85 лет проживания корейцев в Казахстане, и мы считаем это своей родиной, соответственно, мы родину не можем предать. Мы здесь уже родились. Если историю моей семьи взять, то мои родители в младенчестве, в 37-го года рождения, моя мама, папа 35-го года, они были депортированы с Дальнего Востока. Они были депортированы в Дальнюю Казлардинскую область, и там они, скажем так, выросли, выжили. В товарных вагонах их, когда привезли в Казларду, первые, кто протянул им руку помощи, это, конечно же, местное казахское население. И очень многие журналисты даже писали в то время, свидетели того периода, что нас, говорит, семья 5 человек, но нас, говорит, приютили казахи в своей юрте, у которых было только пятеро детей самих. И поэтому мы на протяжении вот уже 85 лет более, мы будем об этом говорить, мы будем передавать это своим детям. И на самом деле благодарность, это, наверное, то чувство, которое должно быть у каждого человека. И мы, кори и сарам, этим чувством преисполнены. Поэтому мы еще раз благодарим казахстанскую землю, где мы в свое время пустили корни, благодатные корни. И благодаря, скажем так, трудолюбию наших предков мы снискали положительный имидж, я считаю, корейского народа. Как трудолюбивый, как, скажем так, талантливый, да, мы вот так, может быть, даже себя характеризуем. И все это благодаря тому, что нам дали эту возможность в Казахстане. Мы сейчас являемся их патриотами. Я думаю, что этот праздник, он будет у нас жить. Спасибо. Спасибо. Давайте теперь вам предоставим слово. У вас тоже есть, наверное, что сказать. Ваши поздравления. Да, думаю, что Антония Петровна, учитывая ее семейные традиции, ее таланты. Вот, человек, который проживает у нас здесь в Уральске и не забывает корейский язык. Ну, вот не все мы можем этим вспомнить. Вы знаете, я хочу что сказать. Ну, может быть, мы произносим неправильно, но мы это говорим с душой. Возьмите микрофон, подождите секунду, извиняюсь. Ага, еще раз. На своем языке. Вот, и я хочу передать это все в песне хотя бы. Вот, и знаете, вроде как немножко получается. Вот, и знаете, вот что говорят, это очень приятно слышать. Вот сейчас кто говорил, да? Это очень приятно слушать. Вот, и мне очень хочется пожелать нашему поколению, нашим детям, нашим внукам, чтобы они не знали, что такое войны. Вот, и мирного неба, и огромного человеческого счастья. Это самое главное. Да. Спасибо большое. Ну, и наши здесь молодежь, подрастающие наши поколения, которые тоже пришли выразить свои слова благодарности. Залина тут и Тиану. Тиану, пожалуйста. Я хочу поприветствовать всех собравшихся наших друзей, коллег, поблагодарить вас, Лаура, за приглашение. Мы всегда рады прийти в эту яркую, теплую, уже родную студию, поздравить всех телезрителей, весь Казахстан с этим прекрасным праздником, первым днем весны, днем благодарности, выразить слова благодарности казахскому народу, всем своим друзьям, родным, близким, пожелать здоровья и всего самого наилучшего. Действительно, этот праздник для нас очень-очень и очень важен. Очень мы его ждем. В этот день мы все дружной нашей семьей и ассамблеей собираемся под шанраком Дома Дружбы. Проводим этот замечательный праздник традиционным концертом, традиционным мероприятием. И для нас это действительно очень любимый, теплый, родной праздник. Ну и можешь также поздравить. Залина, мы знаем, что ты отлично владеешь государственным языком, так что можешь поздравить. Да, казахский язык и знание казахского языка, я считаю, это первая степень выражения благодарности нашему народу. И мы ассамблейцы каждый год первого числа выражаем благодарность. Казахстан, я хочу прежде всего поздравить всех телезрителей и казахстанцев с этим, замечательным праздником, с Днем Благодарения. Также с первым днем весны. Для меня всегда весна – это начало чего-то нового, чего-то яркого. Поэтому я желаю всем успехов во всех начинаниях, мирного неба над головой, теплых, радостных улыбок и большого счастья в семьях. Казахстан, я хочу прежде всего, чтобы вы получили динамы. Спасибо вам, Казахстан. Спасибо вам, Казахстан. Спасибо вам, Казахстан. У нас был телемост с Астаной, с ассамблеей, посвященный Дню 1 марта, Дню Благодарности. После концерта у нас был старт. Старт караван милосердия. Сегодня ассамблея Западно-Казахстанской области отправила караван 200 семьям нашей области. 200 семей – это продуктовые корзины. И вот это мы каждый год это делаем, 1 марта особенно, но мы еще делаем это ежемесячно, ежеквартально. У нас от 50 до 100 семей мы охватываем. Но сегодня, в этом году мы как бы увеличили масштабы своей деятельности и вот отправили сегодня на 200 семей в караван милосердия. Это очень благое дело. Спасибо вам. Поэтому хотелось бы, я всегда говорю, мы всегда говорим, не уставайте делать добро. Человек, который делает добро, он получает такое неимоверное удовольствие от того, что он делает добро. Это надо почувствовать. Почувствовать, сделав добро, оказав помощь малоимущим, инвалидам, ветеранам, их мало осталось, многодетным мамам, которые остались один на один со своей семьей, с детьми, не ждут ни от кого помощи. И вот когда в этот дом приходишь вот с этими продуктовыми корзинами, надо видеть их выражение лица. Вот это высшее благо, которое Всевышний вселяет в тебя, видит, что ты пришел по адресу. Поэтому сегодня мы благодарим не только казахский народ, мы благодарим наших героев труда, наших пожарников, наших спасателей на воде, врачей, сотрудников полиции, которые погибли, погибают на своих постах, охраняют нашу жизнь, нашу безопасность. Нашим родителям это однозначно, нашим учителям, нашим друзьям, нашим акимам, которые сегодня начали работать по-новому, уже по-новому, новый подход к населению, потому что послание президента говорит, построим Новоконстан, слышащий правительство, слышащий государство, слышащие акимы всех уровней. Поэтому мы хотим, чтобы этот праздник был общенародным. Спасибо, Данил Виколевич. Я думаю, что наши телезрители тоже присоединятся сегодня к поздравлениям. Звоните, пишите. По номерам, указанным на ваших экранах, также можете выразить свои слова благодарности тем людям, которые действительно оказали вам какую-то большую поддержку, которым вы благодарны, да и вообще просто за то, что они есть в вашей жизни. Потому что вы правильно сказали, что сделанное добро, оно всегда возвращается к вам сполна. Поэтому спешите делать добрые дела, добрые поступки. Ну а самое главное, не забывайте выражать свои слова благодарности и признательности своим родным, близким и окружающим людям вокруг. Вот до этого вы сказали, Антонина Петровна, что можете свои слова благодарности выразить в красивых своих песнях. Я знаю, что вы сегодня подготовили для наших телезрителей одну из ваших любимых песен. О чем эта песня? Ну так, в общем, скажем, понятно, если сказать, а птицы мира. Ну с этим все сказано, по-моему. Пожалуйста, мы приглашаем вас на сцену. Сейчас наш звукорежиссер подключит вам музыку. Музыка. 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 Муринчо, Сурепи, Демульседы. Мончон ханбет, Сакрыть сио, Сянк, Сянк, Экинарнында, Тосы, Кусика, Буронда. Уро, 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 урунда. И санры камён, Си-чу, си-чу. Тесанры камён, Си-чу, си-чу, си-чу. Ага! И... И-хи, и-хи, и-и-и-и, Пусть эта уро, та не урунда. И-хи, 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 и пусть эта уро, та не урунда. И-хи, 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 и пусть эта уро, та не урунда. И-хи, 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 и пусть эта уро, та не урунда. И-хи, и пусть эта уро, та не урунда. И-хи, 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 и пусть этой уро, та не урунда. Тунда О мире, добре, о человечности, милосердии друг к другу, я права? Конечно И о любви Вы очень артистичная женщина и действительно прекрасный у вас голос, спасибо еще раз Спасибо Григорий Антонович, хотелось бы снова к вам вернуться Вот скажите, пожалуйста, вот наше старшее поколение, вот как вы, многие десятилетия храните и укрепляете дружбу Вот как передать свой опыт молодым, как вы передаете именно вот своем этнокультурном объединении, помимо того, что проходят мероприятия, встречи Это только личным примером, личным примером, в семье, на друзьях Вот с самого детства надо приучить, что ты живешь в стране, где мы обрели новую родину Это должно быть пройти, ну, по всей вот, по всей жизненному, на всем жизненном пути всегда напоминать, что мы, мы это благодарные дети Казахстана И, знаете, у нас в тендеме казахи, корейцы, получается, любое начатое дело получается прекрасно Где бы мы, куда, в сельском хозяйстве, животноводстве или в других сферах, всегда у нас в тендеме получается прекрасно Это, значит, гармония, значит, мы друг к другу подходим Это прекрасно То есть мы на своей родине Вот так я так думаю А какие казахские традиции еще прижились именно в ваших семьях? Можете тоже поделиться? Ну, казахские, слушайте Какие схожие есть с корейцами? Они просто идентичны с нашими вот традициями корейцев абсолютно Я даже не могу отдельно как-то так сказать Все то, что мы прививаем в традициях своих народов, у нас есть, оно в Казахстане Поэтому мы родные люди, по-моему Я хотел бы подчеркнуть именно вот такую специфическую Специфические традиции, обычаи, которые неистребимы, по-моему Это вот именно гостеприимство И вот это вот, они не могут как бы отказать Вот именно гостеприимство Я вот работал в сельской местности, часто бывал в дальних районах В Ахтюбинске, Челкарский район Здесь тоже вот Картьюбат, Жамбита В общем, в дальних районах И куда бы, вот ночью мы, машина сломалась, идем пешком Вот, и, ну, со мной всегда кто-то друг, водитель Вот там, говорит, это точка есть Приезжаем, приходим, два часа, три часа ночи Да Встает И, значит, чай ставит, значит, и вот в степени И вот всегда, нас всегда, так вот это гостеприимство Встречали теплое, душевное Это очень такое, да Накрывали до страха, щедры Именно, именно вот присущие казаха Четыре часа ночи, прямо вот тут же начинается И я еще что хотел Оно, конечно, может быть, имеет какую-то и отрицательную, может быть, сторону Может быть Вот у меня друг жил, однокурсник мой, Елемет Завотов Ну, он скончался от Царства Небеса Он возле автовокзала, вот девяташка на углу стоит Это кольцо вот это, девяташка И там школа, и возле школы дом Я как к нему не приду, у него всегда полный дом Я говорю, Елемет, что такое? Да вот, говорит, с поселка приезжает, автовокзал рядом И все у него останавливаются Все буквально, каждый раз Я говорю, Елемет Он такой гостеприимный То есть это казахи, понимаете Вот у них это, они не могут, вот они отказались А он говорит, а что ты, ты, говорю, что не можешь, что ли? Ты чего там, мне потом скажут Вот такой секунд, третий, четвертый Вот именно вот это гостеприимство у казахов Это очень-очень такая обычная традиция Которая, конечно, очень привлекает Но с другой стороны, он им приносит много забот, мне кажется У нас еще, помимо этого, есть и праздники, и традиции, на самом деле, схожие с казахскими Это, прежде всего, такие очень важные даты в жизни корейцев Это один годик В принципе, у казахов тоже это важная дата А у нас это называется Асенди Затем это свадьба для любого человека И юбилейная дата для корейцев Это 60-летие Хангани Но кроме этого, в течение года очень много праздников, которые мы отмечаем все вместе Это есть праздник по лунному календарю Соль-Наль Наш новогодний праздник Он в этом году был 22 января И есть родительский также день Похожие дни, да, 5 апреля Также есть праздники, которые, наверное, больше присущи корейскому народу Это праздник, посвященный весенним полевым работам Это праздник Хансик Ой, не Хансик, а Тано, да, Владимир Николаевич И праздник урожая, это Чусок Мы его тоже отмечаем То есть, вот немножко, может быть, этими праздниками мы отличаемся А так остальные все праздники, все традиции казахского народа Мы также чтим, также отмечаем, также празднуем Поэтому у нас, в принципе, да, вот если сказать Корейцы, наверное, уже во многом породнились Породнились с различными национальностями Мы даже вот сейчас с Григорием Антоновичем разговариваем У нас у всех семьи интернациональные Григорий Антонович и дитя всех разных национальностей У меня вот, допустим, тоже в семье У меня все сестры, все женаты Вот русские, кореец, казах Поэтому для нас это дружная интернациональная семья Да, то есть все праздники вы отмечаете, наверное, вместе У меня тоже дочка замужем за казахом Вот так, да Мы казахстанцы Да, совершенно верно А у вас какие есть схожие традиции Кстати, хочу напомнить нашим дорогим телезрителям, что у нас остается буквально пять минут до окончания эфира И с вашего позволения я хочу здесь зачитать пожелания Здравствуйте, сегодня день благодарности именно казахскому народу На казахской земле был когда-то построен город Уральса Казахская земля стала родной для многих национальностей В Казахстане должен быть интернационализм со знанием всеми казахского языка Которому должны быть почет и уважение всех национальностей друг к другу с праздником Спасибо вам за такие теплые слова Пожалуйста Давайте, да, действительно поаплодируем Даниле Калевичу У нас с казахским народом очень много всего схожего Потому что те вот традиции, те обычаи гостеприимства У нас говорят, гость не тот, который ты пригласил А тот, кто пришел к тебе нежданно, неожиданно Как вот Владимир сказал, в любое время суток Может прийти гость постучать И у нас в Айнаху Вообще вот когда строят дом во дворе Обязательно у нас есть во дворе гостевой дом Вот там туда никто, там все убрано, там все стоит Но это только для гостей Вот гость приезжает, вот все это дом его во дворе Сколько он будет жить, там только будет жить Также первое блюдо, как у казахов, у нас джижгалныши Вот в казахах бешпармах Бешпармах Только в казахах лепешки продают А у нас из этих лепешек галушки катают У казахов лук сверху заливают У нас чесношный соус отдельно, вот макает туда мясо, галушки То есть почти все так же Все так же Сегодня в Чечне увезли казахские традиции Это бешпармах в первую очередь Которые чеченцы с удовольствием готовят Особенно когда казахи приезжают, гости не ждут Они им бешпармах преподносят Вот обычаи, традиции у всех народов Они плохих нету Они хорошие Поэтому сейчас наши братья и сестры, как корейцы говорят Все одинаково Тем более в казахстане Вот мы живем в таком государстве Которого нету в мире Такого государства Это он достоин Он чем вот великолепие казахстана Тем, что он многоязычный Это многоцветный Многоцветным Своим многоязычным и многоцветным Поэтому посмотрите 142 национальности Все говорят на своем языке Никто не запрещает Все изучают свою историю Свою культуру Свои традиции Свою кухню Все это выносят на обозрение Тем самым мы познаем друг друга через это Если женщина говорит Путь к мужчине через желудок То наш путь друг к другу Тоже через желудок Через наши национальные кухни Которые корейцы И мы чеченцы И казахи И все Ставим Мы к другу ходим в гости Мы ни один праздник друг без друга не проводим Мы все проводим праздники вместе Поэтому желаю нашему Казахстану Прответания Пусть он процветает Ну чтобы мы Говорят Хорошим быстро привыкают Но то что наше хорошее Вот наш мир Вот его надо беречь Его надо приумножать А не сидеть и говорить Да у нас все хорошо Да у нас хорошо Если ты будешь Улучшать это хорошо Поэтому желаю нам всем Мира, согласия, понимания Любви друг к другу Уважения друг к другу И Благополучия нам всем Нашим детям Нашим внукам Чтобы мы достоин Мы Чтобы мы Оставили вот этому подрастающему поколению То достойное Вот как вот Ильдорий Антонович сказал Лаура задал вопрос Чем Как воспитывать детей Как можно Только примером Да Примером А как пример Если я буду сидеть Дома Перед детьми Курить Буду сидеть Перед детьми Пить водку Обзывать жену Свою матом Материться Дома Перед детьми Какой я воспитатель Поэтому для того Чтобы воспитывать Других Ты должен сам быть Примером подражания Примером подражания Вот когда ты сам Себя воспитал Вот этот пример Подражания Ты только тогда Ты можешь Кого-то учить Другого Своих Первых своих детей Вот только тогда Эти дети вырастут Достойными Патронами Своей семьи Спасибо И у нас остается Буквальная минутка До окончания эфира Я хочу поблагодарить вас За участие в нашей передаче Поздравить еще раз Вас с праздником Пусть на вашем пути Встречаются Такие же добрые Отзывчивые люди Как вы сами А удача улыбается Во всех ваших делах И начинаниях Самое главное Это мир И процветание Нашей стране Первого марта Каждому Надо произнести Благодарю Сто Или Больше Раз А самое лучшее Говорить людям Природе Всему Что вас Окружает Как можно Чаще Это слово И тогда У вас все Будет прекрасно Берегите себя И своих Близких Это была передача Куншуах Всего вам Самого доброго И до встречи В эфире Спасибо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok